ПЕСНЯ 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 Продолжение следует... 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 Где же девять? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме всего инопланинника? Извините. Пламинника. Инопланинника. Инопланинника. Foreigner. И сказал ему, встань, иди, вера твоя спасла тебя. Вообще-то очень страшная болезнь. Десять людей, прокаженных. Вы знаете, сегодня эта болезнь до сих пор, к сожалению, существует. И ученые говорят, что эта болезнь можно найти в мумиях в Египте, очень древних мумиях, которые закоплены в этих пирамидах. У них есть остатки этой болезни, этой бактерии, которая убивает человека. Очень печальная болезнь. И мы знаем, что в Писании часто проказа, она похожа на грех. И даже есть места, которые параллель ведут между проказой, как наказание Божие, как проклятие. И один из примеров мы знаем Гези, слуга Иссея. Когда он исцелил Неймана, мы помним эту историю, да? Исцелил Неймана. И Нейман, он предложил много подарков. И Елисей сказал, что ему не нужны эти подарки. Но слуга захотел прихватить их себе. И он придумал этот план. И вот, когда Елисей узнал об этом, он сказал ему, «Пусть же проказа Неймана пристанет к тебе и потомцам твоему навеки, и вышел он от него, белее от проказы, как снег». Видим этот параллель между проказой и грехом. И часто люди, когда они имели прикошение с прокаженными человеками, они тоже заболевали. И тогда люди сторонились от них. Есть многие примеры сегодня, как люди заражают этой болезнью. Это очень печально, потому что, если жена заболевает, ее выгоняют из дома, и она должна сама за собой ухаживать и искать таких же людей, которые прокажены. Или ребенок, или отец. И ты становишься ненужным. А людям, друзьям, ближним ты совсем забыть ее становишься. И недавно нашли, ну, может быть, на последние 150 лет, узнали, что эта болезнь, она работает так. Оказывается, ты не умираешь от проказы. Ты умираешь, что эта болезнь, она поражает нервы. Нервы, которые тебе дают боль. И с одной стороны, кажется, не так уж плохо, когда человек не ощущает боль. Ведь в больнице люди принимают лекарства, чтобы утупить боль. А здесь совсем наоборот происходит. Когда есть боль, оно, оказывается, помогает людям не делать вещи, чтобы погубить себя. Например, есть один мальчик, ему было 10 лет. И он не заметил, как эта проказа у него распространялась. И он каждое утро умывал лицо свое. Просто брал воду, включал с крана и вытирал лицо полотенчиком. И за год он сжег все свое лицо и глаза, потому что он не чувствовал воду, которую он включал, путая. Была не теплая, а кипятильная вода. И есть другой мальчик в клинике, который, когда доктор не мог открыть дверь, он говорит, нет проблем, доктор, я сам открою. И он пошел, схватил за эту ржавую ручку и так провернул ее, что у него кости вышли из мяса и проникли совсем. И так доктор удивился, как это он имеет такую силу. И он понял, что у него чувствование, когда дверь не прокучается, как у него, не произошел сигнал остановиться, что дальше не идет. Вот такая болезнь. Противная болезнь, которая распространяется. И эти люди, у них просто был срок на их жизни. Они со временем уничтожали сами себя. Руки, ноги, глаза. И это было очень страшное зрелище. Несколько глав раньше мы читаем, что один раз этот прокаженный был в толпе людей в городе, и Иисус прикоснулся его, и тогда он исцелился. Это было в пятой главе. Но здесь совсем другое. Эти люди знали, что они не могли бы находиться в городе. Это была группа уже прокаженных. И достаточно странная группа, потому что среди них был самаринит. Если сказать, если бы они были здоровы, они бы никогда вместе не находились. У них не было и общих интересов. И они, наверное, же не нашли место общения с самаринитом. Но, как мы знаем, в госпитале или в больнице нет места определения, какая у тебя, какой ты нация, какой у тебя род, русский ты, американец, какой у тебя цвета кожи, темный, светлый, африканец. В госпитале все имеют одну проблему. Они больны. И также у них есть большая нужда. И эта группа, они были объединены одной проблемой. Они все умирали. И совсем чуть-чуть пройдет время, и они знают, что им осталось совсем чуть-чуть. И у них хватало чуть-чуть веры, когда они услышали, может быть, краем уха, что есть такой учитель в Израиле, который может исцелить. И когда он проходил мимо этих деревьев, на своем пути, в Израиле, они услышали и начали взывать к нему громким голосом. Знаете, наша болезнь сегодня чуть-чуть является похожей на проказы. Вначале мы не знаем, что мы грешили. Нас совесть мучает. Но со временем, как больше и больше мы продолжаем грешить, это чувство затупляется. И мне нравится этот параллель, видеть проказы и с грехом, потому что есть много похожих общих сторон. И как в проказе ты не чувствуешь боль, так же самое, если ты живешь на греховной жизни. Со временем это осуждение, это Дух Святой, когда призывает нас, сострадание, раскаяние, оно тоже утупляется. И совсем перестаешь чувствовать этот Дух Святого, призывание, измениться, осознание, что ты на лжом пути. Так же самое наши духовные чувствования, нервы, они начинают отмирать. Своим грехом мы можем, написано, quench the Holy Spirit, мы можем утушить, затушить Духа Святого работу в нашей жизни. Эти 10 прокаженных, я хотел, чтобы мы подумали, что это мы с вами, братья и сестры, похоже. Представьте себе, что мы 10 прокаженных. У нас у каждого есть какая-то вера, мы сюда пришли, что мы знаем что-то о Господе, мы слышали, мы знаем, что Он может что-то сделать. Мы можем Его даже называть наставник, как они назвали. И это слово только называли Его близкие ученики, наставник. Мы знаем, что Он может помочь. Но мы нуждаемся в чем-то больше, чем в Его делах. Здесь интересно, что Господь посылает их. Он сразу их не исцеляет. Он их посылает идти к священникам. Идите, покажитесь священникам. Это, there is a big irony in that. Есть ирония, потому что эти же самые священники, которые ненавидели Господа, они искали любым путем убить Его. И здесь, представьте себе, 10 людей исцеленных приходят показать себя священникам. И этим самым подтвердить, что Господь действительно является могущественным Богом. Он имеет эту силу. И Он не только исцелил их, но Он показал им милость. И это чудо, которое никто не мог отказать. Но здесь измена истории совсем, потому что ударение теперь идет на одного человека, самая Нина. Иисус говорит, мне 10 и исцелились. Где же 9? Как часто, как много людей, и мы с вами, мы взываем Господа, мы видим Его как наставником. Но мы хочем что-то от Него. Мы приходим к Него, потому что мы только имеем нужды в Нем. Мы хотим исцеления. Мы хотим каких-то благословений. Мы не хотим трудностей в жизни. Мы можем ищем, чтобы Он помог нам на работе, карьеру, устроил по славам супруга или супругу. Чтобы Он изменил наших детей. Это все прекрасно, это мы должны, потому что Он говорил, чтобы мы во всех трудностях приходили к Нему. Но есть такая параллель между этими 10 прокаженных. Что мы, когда получаем ответы на наших молитвах, мы идем с радостью, забывая вернуться, забывая возвратиться на то место, где Он находится, и прославить Его как Бога. Мы остаемся, у нас остается такой менталитет, как консюмеризм. Мы приходим к Богу по нуждам. Мы ищем что-то от Него. Но Он достоин поклонения нашего. Я не хочу сегодня осуждать этих 10 людей, потому что когда я задумывался об этом, я вижу в них себя. Я вижу, что намного легче быть доволен в Боге, когда Он только отвечает на наши молитвы, когда Он только заботится о моих нуждах. И идти в своем деле, в своем дне, забывая прославлять Его, забывая пасть у ногах Его и просто радоваться быть в общении с Богом. Найти в нем Мессию, Спасителя, который настолько больше, чем просто Тот, Который дает нам дары, как на Рождество или другие праздники. Мы любим подарки, но мы забываем Тот, Кто дарит нам, Который продолжает дарить нам, но остается Он Спасителем, Который достоин поклонения нашим. У нас сегодня, как и тогда у тех человек, у них была возможность. Также у нас есть выбор сегодня. Прийти к Богу, брать у Него, Его благие дары или прийти к Нему, упасть у ног Его и прославить Его, то, что Он достойный, то, что Он Мессия, Спаситель. Мы сегодня тоже можем встретиться с Богом и здесь, и дома. Каждый день Он желает нашей встречи. Как когда-то Самуил пришел к Нему, Семен, в храм поклониться. Он узнал, что перед Ним стоит Иммануил, с нами Бог. И так же и сегодня, перед нами есть Иммануил, наш Бог. Он достоин нашего прославления, поклонения. Давайте мы помойимся. Аминь. Анатолий, ты осознал, что вот жена твоя – мужественный человек. Вы знаете, друзья, это почти, можно сказать, возраст такой, вторая молодость, да, начинается. Ну, были и постарше, если мы вспомним Сару, там лет на 50, наверное, было. Да, и недалеко вот от праздника Захария и, как звали, мать Иоанна Крестителя, Елисавета. Тоже уже в возрасте была. И я вот заметил, знаете, что это особенные такие, которые появляются на свет именно вот примерно вот в таком возрасте. И вообще, мы видим впервые… Как же, кстати, назвал или вообще слышал? Тимофей. Тимофей. Прекрасное имя Тимофея. У нас Тимофея много в церкви. И больше, и больше. И дай Бог, чтобы их еще умножилось несколько раз. Вот. Ну, вообще, друзья, рождение, вот появление новой жизни – это великое чудо. Сейчас даже вот наука достигла до того, что она может все это проследить, как происходит зачатие и рождение этой жизни. Вряд происходит просто такая вспышка, как взрыв, атомный взрыв. Только в таком микроскопическом вот как бы образе. И появляется новая жизнь. Это чудо. Великое чудо. И божьи люди, они проникались в это. Я хотел бы прочесть 138-й Псалом. Вот здесь несколько стихов. Вот здесь Давид говорит такие слова. 13-й стих. Смотрите. Ты устроил внутренности моей и соткал меня в очреве матери моей. Вот интересные эти выражения. То есть, Бог трудился над каждым из нас. И каждый из нас, он практически, те, которые появились на этот свет, проходили вот это состояние. Вот этих три среды обитания, я бы назвал, то, что я нашел в Священном Писании, и это на самом деле так. Первое ограничивается вот этими девятью, в основном, месяцами, когда мать вынашивает в утробе своей новую эту жизнь, данную Богом. Посмотрите. Ты соткал в очреве матери моей. Прочту 15-й стих. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне. Это действительно новая жизнь. Они могут проследить, эти ученые, как это происходит, зарождение жизни. Но они, ну не знают, что это такое. Это новая жизнь. Вот в тайне образуем был во глубине утробы. Это действительно великая тайна. И если мы серьезно размышляем об этом, то к этой тайне жизни и отношения должно быть соответствующее. И вот теперь появился на свет Божий этот младенец Тимофей. И вы знаете, ну так, насколько я посвящен, здесь люди очень более, так сказать, осведомленные в медицине. Говорят, что у него легкие, когда он не... Это вообще все представить. Когда он у тропи находится, этот младенец, он и дышит, и питается, не знаю, может быть, и смотрит, и все на свете через пуповину. Вот его жизнь. И главное, это все в воде происходит, в жидкости. И главное, что это верх нога, головой вниз. Так или нет? Почти. А потом происходит. Ну, у меня уже 8 детей и где-то 17 внуков. Могу поразмышлять об этом вслух вместе с вами. Это серьезно. Она когда захватывает это вот... Это действительно великая тайна. Это действительно великое чудо, что происходит. И вот когда появляется на свет, оказывается, у него легкие, а не как же он дышал. И потом они разворачиваются сначала вот как, знаете, смятая вот... Не знаю, что это вот... А потом первый вздох, получается, он вдохнул. А ведь кислород практически это огонь. Это огонь кислород. Обжигает легкие. И начинает... Легкие его как бы раскрылись. Начал дышать. И обжигает. И от чего плачут дети? Новый мир. А так было уютно. В утробе матери. Ну, вот теперь наступила новая совершенно сфера обитания. Это вторая сфера, в которой вот мы здесь сидящие живем. И вот этот Тимочка, который появился на Божий свет в семье Быстровых. Но есть еще одна среда обитания тоже, которая предстоит нам с вами. Вы посмотрите. 72-й Псалом, 24-й стих. Там так сказано. Ты руководишь меня советом твоим, и потом примешь меня в славу. И потом примешь меня в славу. Вот, собственно, для чего я этим внукам объясняю. Чтобы вам в славу попасть, вам нужно. Вот вы посещаете. Для чего мы верующие люди? Пошли в парк сегодня утром. Люди пошли другими делами заниматься. Бог в дом Кер. Зачем он нам нужен? Напрасно. Это вообще. Время и так нет. А тут еще тратить на какие-то посещения, каких-то церквей, как это Богу молиться. Но все равно мы где-то еще будем. И это уже вечность. Вот здесь, что мы прочли в 138-м. Зародыш мой, 16-й стих. Видели очи твои. В твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. И для каждого из нас. Кто знает, сколько дней нам отмерено? Есть такие правительства, знатоки? Никто не знает. Я не знаю, вы не знаете. Откуда мы знаем все дни? Да, у праведника это так. Грешники, даже те дни, которые бы они могли провести на земле, они и так через грех сокращают. Вот мудрый Екклесиас сказал, говорит, не греши. Зачем тебе умирать не в свое время? Сколько мы знаем случаев молодых людей, которые греша умирали не в свое время? И так немногие те дни. Вы думаете, это много? 70 лет при большей крепости 80. Они проходят очень быстро. И вот, знаете, я, подводя итог, хочу сказать, что Бог дал вам это сокровище, и чтобы это сокровище достигло славы неба, во многом это зависит от вас. И вот, знаете, когда с родителями сталкиваюсь я так давно, как они еще не понимают, насколько это важно, сейчас здесь жить так, чтобы дети их были на небе. Помните, написано? Вот я и дети, которых дал мне Господь, когда мы предстанем там, чтобы ни один из них не потерялся по пути туда. Насколько это важно. А для этого, друзья, нужно просто выложиться, что значит. Сделать все возможное от нас, зависящее, что Бог на нас возлагает, у кого, папы, родители, друзья мои, возлагает Бог сделать. Есть Божья сторона, но есть огромная база ответственности, которая, доля ответственности, которая лежит на нас, родителям. Вот скажите, допустим, если я буду прохладный, крестьян, так себе, не туда, не сюда. Вы думаете, дети будут лучше? Редкий-редкий процент, чтобы действительно дети были лучше своих родителей. Яблоко от яблони, оно же далеко не хватило. Если я отношусь к церкви, к служению, к Богу, такое, посредственное. Думаете, дети будут усерднее? Нет. Абсолютно нет. Вот о чем. Если я люблю этот мир, дети мои будут любить его вдвойне. И ничего не сделаешь. А если я буду любить Господа, есть же этому примеры. Павел пишет Тимофею, вера, которая была у твоей бабушки, которая у твоей мамы, она не лицемерная вера, она теперь обитает и в тебе. Вот по ступеням как, оказывается. И это важно. Я оговариваюсь, есть исключения, но рассчитывать на эти исключения, это крайняя редкость. Крайняя редкость. Да благословит Господь Тимофея. Мы сейчас будем молиться за него. Кто-то поможет, наверное, нам. Ну, преклоняйтесь, если сможете. Да? Дорогой бюджетный отец, я благодарю Тебя, Господи, за всю твою силу благословения, Господи, за то, что ты предстояла у меня матерью, женой, Господи. И что, куда еще это дитя, Господь, Тимофея благословил его рождение, благословил его здоровье, душевное, Господи, он развивается правильно. Я имею, Господи, великую искреннюю благодарность от всего сердца Тебе за то, что ты всегда был рядом, ты поддерживал, Господи. За то, что ты, Господи, Господи, дал мне эту церковь, в которой также молились, чтобы все было благословенно по Твоим присмотрам, Господи. Я попрошу Твоей ленности по дальнейшим обладам жизни, Боже, чтобы это было под свидетельством Твоим оком, чтобы ты всегда был рядом, держал Бог, в руке Своей, чтобы он любил Тебя, Господи, уже с ранних лет, Господь, отрастал, укреплялся духовно, познавал Твою истину, Господь, всегда был в доме Твоем, прием под стяжением. Да будет за все Тебе слава и хвала, великая честь и поклонение моего любящего Бога, отцу Сына, святого Бога. Аминь. 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 Господь, плава ся, для Тебя славы, за все Твои истины, великая честь и поклонение Господи, которая распространяется в моем доме, великая честь и безумие. За то, что Ты, Господи, даровал мне причем, а сыночку, Господи, и я. Да и славил, Господи, с первого дня жизни, Господи, трогаешься, потом уже недавно света, Господи. Дарю Тебя слава, Господи, за все. Я прошу и молит Тебя, Господи, чтобы вырос Тебя и прекращалась Тебя, Господи, чтобы он рос, возрастал, Господи, в любви Твоей, знал с сильных лет, кто Он, Господи, и какой сильный Тебя прожит. Прошу Тебя, Господи, пророслой и нас в сердце, Господи, в воспитании Его, дай мудрости во всем зернах попался, Господи, чтобы молитвы, Господи, наши, небеса, Матя, Господи, взрываться на Тебе, нашим. Прекрестань. Будьте славы, завеличивайте, вечно славы, прийти. Аминь. Я вижу, как Он мирно спит в груди Матери. Я просто возложу на Него руки. Помолимся. Благословенный наш Небесный Отец, мы призываем имя Твое Святое и Твое благословение на все это семейство и, в частности, на этого младенца, которому Ты даровал жизнь. Благослови, Господь, их сыночка, Тимочку. Благослови уже с такого возраста Ты благословил уже о том, что Он родился здоровенький и физический. Благослови Его, Господи, и Его возраст, и духовное развитие, и душевное. И надели Его всеми Твоими благословениями и дарованиями, которыми Ты наделяешь человека, особенно Его, как мальчика, чтобы Он был Твоим последователем, Твоим учеником и Твоим свидетелем. Господи, даруй и терпение, и мудрости, и отцу, и матери в воспитании, в воспитании сына своего, а также всего этого семейства. Призываем, как Церковь, Твое благословение на него. Даруй нам, Господи, если жизнь продлишь еще на земле, видеть, как Он развивается, как Он пошел в школу, а также посещает церковь, служение, как Он любит Тебя и как Он служит Тебе, нашему Господу. Верим, что Ты все это позволишь нам увидать. И мы просим Тебя во имя Иисуса Христа, возложи Твои святые руки на Него. Аминь. Ну что, друзья, пусть Бог благословит вас. А братьям пожелаю и сестрам. Дайте, вернем. Приятно. Малыш. Вот вам подарочек. А братьям пожелаю мужество и сестрам тоже некоторым и приятно. Бог, как мир вас любит, Бог, так мир вас любит, и все это. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Погиб, не погиб, но имел жизнь вечную. И обо мне послал сына своего, чтобы персудить, И обо мне послал сына своего, чтобы мир судить. Но чтобы мир спасел, он был через небо. Бог, как мир возлюбил. Бог, как мир возлюбил, И обо мне послал сына своего, Он, что всями поверит, Кто верит в него, Не погиб, не погиб, но имел жизнь вечную. Жизнь вечную. Жизнь вечную. Жизнь вечную. Бог, как мир возлюбил, Бог, как мир возлюбил, Бог, как мир возлюбил. Бог, как мир возлюбил. Бог, как мир возлюбил. Если ищешь Христа, Не смотри на людей Самых лучших и самых хороших. Бог, как мир возлюбил, А потом не винил Ты Христовых детей, Что они на Него не похожи. Мы, если к Богу идешь, О людей не споткнись, И для них не явись В преткновенье. Если ищешь Христа, То смотри только ввысь И избегнешь греха осужденья, Греха осужденья. Если хочешь смотреть На людей, как Христос, Кто то все покрывает любовью, Кто цени их ценою Иисусовых слез Иисусовых слез На голгофе, Смешавшийся с кровью. Чтоб бревном не казался Ничтожный сучок На чужие ошибки, обиды. Ты смотри только с горли Волковских высот, С этих мысель Их просто не видно, Их просто не видно. И когда станет трудно По жизни идти, Ты не жди, пока грех Покалечи, Протяни свои руки К невинной крови, Только Иисуса излечи. И когда будешь счастлив На этом пути, И любовь будет жить В твоем сердце, Верни тех, кто стоит У обрыва скалы, И для них у Христа Будет место. Для них будет место. Слава Богу! ПЕСНЯ 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 Машину куплю и ракета избежу, А членом небо я пропаду. Мужик для этого самолет, И в вода в воду вперед, Гоня из тени, как и я введу, А членом небо я пропаду. Гоня из тени, как и я введу, А членом небо я пропаду. И из неба царю прощения попрошу, И в тени, как и я введу. Гоня из тени, как и я введу, А членом небо я пропаду. Гоня из тени, как и я введу, А членом небо я пропаду. Гоня из тени, как и я введу, А членом небо я пропаду. Гоня из тени, как и я введу, А членом небо я пропаду. Гоня из тени, как и я введу. Гоня из тени, как и я введу, А членом небо я пропаду. Гоня из тени, как и я введу, А членом небо я пропаду. И я введу, А членом небо я пропаду. Гоня из тени, как и я введу, А членом небо я пропаду. Гоня из тени, как и я введу, А членом небо я пропаду. Гоня из тени, как и я введу. Гоня из тени, как и я введу, А членом небо я пропаду. 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 Гоня из тени, как и я введу, А членом небо я пропаду. Гоня из тени, как и я введу, А членом небо я пропаду. Гоня из тени, как и я введу, А членом небо я пропаду. Гоня из тени, как и я введу, А членом небо я пропаду. Гоня из тени, как и я введу, А членом небо я пропаду. Гоня из тени, как и я введу, А членом небо я пропаду. Спит спаситель в детской голубели, До голубевых смелых тридцать лет. Гоня из тени, как и я введу, А членом небо я пропаду. Субтитры создавал DimaTorzok Гоня из тени, как и я введу, А членом небо я пропаду. До голубевых смелых тридцать лет. До голубевых только тридцать лет. Слава Богу! Слава Богу! И я рад, братья и сестры, что наши все праздники, они связаны с жизнью Господа нашего Иисуса Христа, что они опираются на Евангелие, эти праздники, и обедняют себя, очень обкрадывают те протестантские церкви, которые не празднуют практически, кроме Рождества, может быть, и даже Пасха у них не столь значима, и все. Вы знаете, вокруг, где мы в среде живем, основные больше и нет у них праздников. Мы же перечисляем это, это все связано с жизнью Господа нашего Иисуса Христа. И это нашу христианскую жизнь обогащает. Мы берем из этого пример. И в этом празднике святения Господня очень много символов, значения, поучения для нас. И я хочу пригласить, чтобы мы еще раз с вами прочитали. Каждым разом у меня есть старые конспекты, которые я проповедовал много-много лет уже за это время, эти праздники, но совершенно решил не смотреть. И что Господь заново мне что-то откроет. Может быть, это будет полторение. Но мне нравится очень этот праздник. Евангелие от Луки давайте прочтем. И прочтем с 22 стиха по 38 стих. А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец, мужеского пола, разверзающий ложесна ударение такое. В славянском мне не очень нравится, братья и сестры, хотя я сам когда-то работал в библейском обществе, российском. Вот эти старые слова, которые сегодня, что это такое? Вы понимаете? Было бы хорошо, если просто заменить, но можно было бы это сделать. Очень прекрасный перевод, синодальный. Хотя молодежь критикует иногда, это сильно, говорит, дальний перевод. Но это не так на самом деле. Он очень похожий, я не знаю, как здесь написано, здесь по-английски. Просто разверзающий утробу матери, если проще сказать. Ложесна, ударение на последнюю букву, был посвящен Господу. Это в законе было сказано. И чтобы принести в жертву, пореченному в законе Господнем, две горлицы или двух птенцов голубины, тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева. И Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм, и когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал, «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром. Ибо видели, очи мои, спасение твое, которое ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Иосиф же и матерь его дивились сказанному о нем. И благословил их Симеон, и сказал Марии и матерь его, «Се лежит сей на падение и на восстание многих в Израиле, и в предмет пререкания». Братья и сестры, друзья мои, так всегда было. Истина Божьего Слова, она обоюдоострая. Это аксиома, можно сказать, это истина Божия. На падение и на восстание. И здесь никуда не денешься. Так оно было, есть и будет. Почему? Да потому что природа человеческая, греховная такова. И тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец. Тут была также Анна, пророчица, дочь Фануилова, от колена Осирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего семь лет, вдова лет 84, которая не отходила от храма постом и молитвою служа Богу день и ночь. И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о Нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. Вот до этого стиха, братья и сестры. Что мы здесь видим? Знаете, апостол Павел в послании к Галатам, 4 глава, 4 и 5 стихи. 4 глава Галатам, я не буду листать, брат Павел, тебе касается, показывайте эти тексты. 4 глава, 4 глава, 4 и 5 стихи. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону. И следующий стих, чтобы искупить под законы, дабы нам получить усыновление. Понимаете, Иисус Христос вот в этих стихах с 22 по 24, вот кем был дан закон? Господом Богом. Понятно, правда? То есть, практически, именно им и был дан этот закон. Который этот закон? Сами евреи признают, уже даже апостолы. Парисеи не хотели этого признать, у них была своя праведность. Но апостолы, 15 глава, Деяния, 10 и 11 стих, признают это и говорят, Деяния апостолов, 15 глава, 10, что вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы и учеников иго, которого не смогли понести ни отцы наши, ни мы. Исполнить этот закон при всем усердии не мог никто. Досконально, полностью. Потому что тот же Павел говорит, если вы исполните все заповеди и нарушите одну заповедь закона, то вы что? Вы все равно преступник закона. И Моисей, как его называют, законодатель, сам не вошел в обетованную землю. По какой причине? Ну, простой ответ, если просто исходя из наших рассуждений. Потому что он не исполнил тот же закон. Вот о чем разговор. И действительно, пришел в теле человек, люди некоторые задают вопрос, надо было вот ему именно таким образом, чтобы стать человеком. Да, он пришел во плоти и в крови, и в крови. То есть, таким, как и мы есть с вами. Пришел на землю для чего? Чтобы исполнить тот закон, который он же сам людям и преподал. Итак, вопрос закрыт, он исполнил этот закон. И все подробности закона, даже в младенческом возрасте, над ним совершились. Сколько было ему, сестрам, вопрос, когда Мария принесла в храм Иисуса, вот, сегодняшний праздник? Сколько? Спасибо. Так оно и есть. Согласно закону, если женщина рожала младенца мужеского пола, через 40 дней они посвящали его Господу, и, соответственно, закону должны были принести определенные жертвы. И если уже был самый-самый бедный род, и пья ничего не было практически, там, овец и так дальше, то ты должен был принести, вот, как здесь, голубя или горлица. Представь себе, на что жил Иосиф и Мария. Хоть у него была профессия этого, так скажем, карпентер, столер или плотник, то все равно, видать, доход был слишком скудный для того, чтобы вот даже вот это совершить. В очень бедной семье пришел в этот мир Иисус. В очень бедной семье. Это то, что касается исполнения этого закона. И дальше мы читаем события, которые мы вот сегодня и празднуем дальше. С 25 стиха мы прочитали. «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеона. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева. И Дух Святой, что был на нем». Я хочу обратить вот это, я не зря выделил вот это слово «был». Это глагол какого? Прошедшего действия, да? Или даже стационарного какого-то постоянного действия, можно сказать. «Был». А когда он был? Если мы размышляем, в какую эпоху этот человек был? Это была эпоха, когда было, можно сказать, настолько формализм съедал духовную жизнь евреев. Это эпоха фарисейского лицемерия. Это эпоха фарисейского показного благочестия и показной праведности. Помните, Христос их критиковал? Они становились на углах улиц. А почему на углах? Особенно на перекрестке, здесь четырех сторон. Со всех сторон тебя видно, как ты молишься. Какой благочестивый человек, надо же. Все шли, так и думали. А он усердствует. А Христос противовес говорил. Когда хочешь помолиться, войди в комнату твою. И помолись Отцу твоему, который в тайне. И Отец твой, витящий тайное, воздаст тебе явно. Это была эпоха еще такого, что оно неудержимого у этих фарисеев. Почему он их называл гробы отрашенные? Там такие слова он крепкие, Христос говорит в их адрес. Змии, порождение ехидиды. Как вы убежите от суда будущего гнева? В гиене. Почему? Потому что они духовную жизнь превратили. Вот этот вот спектакль, концерт, и как угодно называйте. Но только не то. И когда, говорит, вы делаете одного последователем своим. Вдумайтесь, друзья. Это это время. То делайте его худшим себя. Вот какое время это было. Но в это же время был. И Дух Святой о нем свидетельствует. Он был праведный. И он был благочестивый. Этот Симеон. И Дух Святой был на нем. Знаете, вот когда у меня настолько не по себе. Когда иногда беседуешь, встречаешься с таким же. А чего? А он делает, ему можно. Ну, пожалуйста, делай это ты. Это не от большого страха Божьего. И не от большого благочестия все эти слова звучат. И точно так же мог бы этот же самый Симеон такими, так сказать, оправданиями жизнь свою наполнить. А что он не видел, что вокруг творится? Оказывается, в любое время, в любую эпоху можно быть. Если жена, если есть Божий страх и любовь к Господу и к делу Божьему. Понимаете? Вот я такой урок беру для себя. Здесь встречаются два поколения в этом событии. Старшее поколение и более молодое поколение. И между ними Христос. И одни и другие жили верою. Одни и другие стремились к этому, чаяли увидеть Спасителя. Вот что я здесь вижу. И вот этот Симеон. И не только Симеон, братья и сестры. Но так же и Анна, пророчица. Как вы думаете, они не томились в душе, что вот видят все такое, ну, не настоящее Богопочитание. Или им было все равно? Знаете, чем человек ближе к Господу, тем больше у него проблем в этом плане. Он может ночами не спать, он может вздыхать, он может томиться, глядя, видя и слыша дела беззаконные, которые вокруг совершаются. И, братья и сестры, есть ли нас, какие-то наши недостатки, даже в церкви, нас не заставляют переживать. Я сейчас не говорю, не осуждать, именно переживать. И не побуждают нас молиться друг за другом. Тогда это не настоящее праведность и благочестие. это не то, которое было у этого Симеона. Он чаял утешение Израилева. Когда же, наконец, наступит такая духовная атмосфера, что все будут поклоняться Богу в духе и истине? Когда богослужение будет наполнено действительно стремлением к Господу поклониться? И обратите внимание, братья и сестры, они, эти люди, были Вадимы Духом Святым. Ему было предсказано Духом Святым. Дух Святой дает откровения таким людям. Не просто они плывут по Ныхатанному, вот ходил, когда был маленький, ходил в церковь, родители Вадимы, сейчас, ничего не меняется. Я и крещение принял, но у меня понятие общения личного с Богом. А что это такое? Вот этого трепета, вот этого переживания, есть ли оно или нет? Если оно мне незнакомо, то я еще далек от истинного благочестия. Истинное благочестие в словаре переводится как благочестие, как истинное Богопочитание. Я бы даже перевел другими словами, что благочестие это праведность в действии. Это праведность на практике. Вот что такое благочестие. Тут можно по-разному ему определение это давать. И это действительно жизнь была Вадима Духом Святым. И он по вдохновению ходил в храм. Он по вдохновению так и сказано, он пришел по вдохновению в храм. Так ведь, да? Когда я последний раз по вдохновению шел в храм? В дом молитвы. И они нагнетают, братья и сестры, а на самом деле. Есть еще такое понятие в Евангелии по обыкновению. Но суть-то в том и заключается, что это обыкновение обыкновение, это вдохновение переходит в обыкновение в самом лучшем смысле. Есть такое выражение, аппетит приходит, а дальше что? Во время еды. И даже тогда, когда у тебя нет ничего окажется, но у тебя уже это настолько выработалось, утром читать Слово Божие, помолиться, поразмышлять, пусть это будет пять минут. Но знаете, как это душу освежает. Когда именно душа ищет встречи с Господом. Это очень важно. И если этого нет, вот этого трепета, то все тягостно. Все. И вы знаете, что происходит? И ошибки какие-то, ну, неточности, что-то, какие-то огрехи наших братьев и сестер нас раздражают. все не так. А на самом деле главная проблема во мне, оказывается, у меня какая-то потеря произошла в общении с моим Господом. Вот в чем проблема. И он, несмотря на то, что в этом храме кто служил первосвященником? Вот брат, пел брат Андрей, впереди еще 30 лет. Через 30 лет эти же самые, кто там служил, были во главе всего этого духовного, так сказать, ковчега. Они же его и приговорили. Предали, сказано, из зависти. Это тот же Кеафа, это тот же Анна, то есть муское и женское имя. Вот Анна первосвященник. Вот это Анна и Ижа с ними. Все, кто были там. Но из этого разряда были и некоторые. И вы знаете, братья и сестры, меня утешает, что всегда у Господа такие были. Пусть и будет немного, но они не смотрели на толпу и не оправдывали даже свои недостатки, а вот им можно, они же во главе, они же руководят, вот, значит и мне, и себе оправдание находили. Это пагубная вообще философия такая. Я, братья и сестры, чем больше живешь, особенно вот сейчас, когда настолько весь мир мгновенно очень сильно меняется, не в лучшую сторону. Я думаю, и своим говорю, вы знаете, чем ближе мы к предшествию, мы должны настолько быть особо требовательны к своему духовному состоянию, к своему христианству. Не прощать и не спускать стабазов любые наши расслабления. Ну, потому что так Господь сказал, бодрствуйте, и что? И молитесь. Бодрствуйте. Это к этому относится. И не детям точно так. А, воинство поймут. Мне до сих пор это сильно врезалось. У нас напротив живут соседы, мы дети еще маленькие. И они семья, муж и жена, пожилые, где нашего возраста, как наши родители, были даже немножко старше. И вот впервые пришел этот парень, собрали, ой, лень такой, знаете, он еще в школу поделал, и все. И дедушка обрадовался один, он говорит, ну что вы, Вася, ты будешь собрание родить, верующим будешь. А вы знаете, что отец ответил проповедник. Смотрел на этого Вася своего сыночка. А это, скажи, Вася, еще мы посмотрим. И он посмотрел. Я уже с Америки приезжал, сидит дед какой-то напротив, пошел посмотреть, где мы выросли, по той улице пройти, дом уже продали родители. И вот напротив сидит. Я подхожу, меня знают, «О, это ты!» Извините за такое выражение, что значит «вдивину», как говорят, пьяный, пьяный. Так они посмотрели вся семья. Это я не осуждаю. Это приводит просто в ужас. Это эти примеры отрицательные дают повод к размышлению. Как не поступать в жизни своей. И вот этот Симеон, и не только он был один, он в один был Духом Святым, была и это Анна, это я вам сказал, представители старшего поколения. И это была Анна. Я удивляюсь, братья и сестры, в некоторых тут словах просто описание, ну, такие подробности ее личной жизни. Тут была также Анна пророчица, пророчица ее называют дочь Фануила от колена Осирова, достигшая глубокой старости, прожившая, прожив с мужем от девства своего семь лет. Казалось бы, а никакой цели это все? Польза какая вам, нам, мне, тебе лично? А урок для нас, братья и сестры? Прежде всего, урок положительный, ободряющий. Я так для себя сделал выбор. А что, Господь не мог продлить жизни, счастье семейной жизни? Ну, всего семь лет, как поженилась, и все, ему уже не стало. И есть такие, сегодня мы слышим разные истории, практически не успели жить, начали. И трагедия, почему? И она не ожесточилась. Вот положительный, урок. Она нашла утешение в Боге. Здесь сказано, опять же, в этом же самом храме, где правит этот Каиафа, она постом и молитвой не отходит. Она этому Каиафе служит? Что здесь написано? Служила Богу. Братья и сестры, я призываю себя, призываю всех присутствующих здесь, нас, как церковь. Что бы мы ни делали, подметает ли тут, где пыль, кто стирает, дверь ли открывает, что бы ни делали в этом доме молитвы, давайте делать, служить этим Господу. Вот с этой мыслью жить, служить Господу. вот что очень важно. Обличение какое, а я уже сказал, что она не ужесточилась, не обиделась на Бога, не возраптала, за что мне, Господи, все это? У нее была вера, и у нее была цель. И она к этой цели шла то же самое, увидеть Мессию Спасителя. И у нее была эта уверенность. Она оказалась пророчицей, а что это такое? Вы почитайте, что она говорит. Она рассказывала всем, ожидавшим, оказывается, их даже не двое было, а была группа верующих, которые знали друг друга. И вы знаете, с одним верующим поговоришь, пустой, пустой, ну просто не о чем. Нет, если о машинах, о том, о сём, о этом, о сём, то да-да. Ну никак на платформу божественную, ну не переведешь разговоры, не получается. Ты чувствуешь, что, ну, нету дьявола. Ему скучно, ему сказать нечего. вот вроде Господь, да, я действительно верующий, а вот, а что, а что, а как? А она подошла и сказано, славила Бога. Она славила Бога. Меня это удивляет, братья и сёстры, славила Бога и рассказывала всем ожидавшим. Были такие, пусть и даже немного, при общей суете, где торговля шла в этом же самом храме, всё своё, задавна привычное, не толкайтесь, отойдите в сторонку, вот, дайте мне пройти всё, что в человеческом обществе, всё это. Но была группа людей, которые жили созерцанием ожидания своего Спасителя, смотрите, ожидавшим избавления в Иерусалиме. Вот чем жили праведники Ветхого Завета, братья и сёстры. А теперь давайте посмотрим на другую картину, я сказал, и молодое поколение. Я не верю в то, что это нужно было для того, чтобы культ создать Марии, поэтому всё это было создано, и даже дошли до непорочного зачатия Марии, есть целые праздники, это всё, всё это не евангельское, всё это вымыслы человеческие, в которых, как говорит один праведник здесь, вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю. Понимаете? Из Иосифа дряхлого старика сделали, и так дальше. Всё это, это была молодая семья. И я даже не верю, что ей, как говорят, лет 13, там было, разве Бог, Отец поручил бы тринадцатилетней заботиться о своём сыне, спасителе? Я не знаю, сколько ей лет было, но это точно не 13-летняя. Говорят, в детстве тогда рано замуж выходили и так дальше. Да, но не восторг. Вы посмотрите, как осознанно она всё воспринимает. Иосиф, пожалуйста, другой персонаж молодого поколения, что мы видим здесь? Что о нём мы знаем? Матфея, первая глава, 19 стих. Иосиф же, муж её, будучи праведен и не желая огласить её, хотел тайно отпустить её. Вот этот поступок заслуживает, я не знаю, настолько уважения по отношению к этому Иосифу. Видно, это настоящее благочестие. Братья и сёстры, я встречал в своём служении когда приходишь в семью и муж в адрес жены начинает о всём расскажешь, кто она и какая она негодная. Простите меня, пожалуйста, не с кафедры будет сказано, что думают, балбес ты, балбес. Это твоя жена. Когда этот Иосиф узнал, что она в положении, для него был, конечно, это шок. как это? Он праведный, он старался, вообще мысли не хотит. Во-первых, тени на него падают, тени на её падают. Со стороны, посмотрите, как. Вот себя поставьте в это место. Таки побивали камнями. Хотел тайно отпустить. Это вам о всём сказано. вот настоящая праведность, в чём заключается, братья и сёстры. Не то, что всем по ветру рассказать. Я не буду больше распространяться. Мария, братья и сёстры, что о ней мы можем знать. Вы знаете, это первая глава от Луки. Совсем времени немножко, я просто сказано, где ли? Ангел был послан, 27 стих, первая глава, где ли? Вам о чём-то говорит? А? Тоже за своё служение, сколько я слушал, исповеданий не те. Да, они выросли в церкви, они в христианских семьях. Мы живём в это время, в этом мире, мы живём, братья и сёстры. Где вообще это настолько насмешно. Я читал, в университете студенты собрались, вокруг столика сели, и там оказалась среди них христианка. И они тоже в церковь все ходят. И мы ходим в церковь. Почему ты не такая, а почему ты вот не дружишь, а почему ты это самое? И когда они узнали, что она ещё дева, что она ещё невинная, они на смех её подняли. Но у этой девы нашлось мудрость и мужество. Она говорит, такими, как вы, я всегда могу стать. Но таким, как я, вы уже никогда не станете. Это правда. Мы живём с вами в перевёрнутом мире совершенно. это самое ценное, братья и сёстры, что девушка может сохранить. Где обручённый мужем имени Иосифа? Вот. Она хранила свою чистоту, она хранила своего целомудрия. Апостол Павел Тимофею говорит тоже молодому служителю, это то, что сегодня вот просто как воздуха не хватает нашей христианской жизни. Бог дал нам духа силы, любви и целомудрия. Так написано? Слушаю передачу, палится там правда чёрный, как здесь в Америке происходит. И он говорит, знакомится, он меняет девчата вот так вот, вот так вот так. Ему, значит, репортер спрашивает, а где вы всех находите? А он смеется, а как где? В церкви, говорит. Какое благородство, какая чистота, где ли? Ну, чего он может? Хартистик о многом говорит. И что ещё о ней? Она, во-первых, хранила себя в чистоте, потом, она веру имела, настоящую. Помните, что Елисавета ей сказала? И блаженно, 1 глава, 45 стих, это уже Евангелие. Что? Уверовавшая, ибо, давайте причём, 1 глава, 45 стих, и блаженно, уверовавшая, потому что совершится, сказанное ей от Господа. вера у неё была. И вот эта вера и помогает хранить настоящая вера. Вера не здесь, братья и сёстры. Это убеждение здесь, которое можно мозги промыть и поменять. А вера настоящая, она вот здесь. Она в душе, которую ничем не вытрабишь. Это есть вера. И смирение, 48 стих этой же главы, это уже она сама признаёт. Это я то, что нашёл о ней, как можно продолжать характеристику. Что призрел он на смирение рабы своей, ибо ныне будут ублажать меня все роды. Вот мы и говорим о ней. Правда? И есть на что равняться. И есть кому подражать. А слушай, милая сестричка, ну как же ты, ну как ты так? Простой вопрос. Задать себе простой, простой совершенно вопрос. А Мария бы одела такую ёбчонку вот выше коленочки, вот так. Она в какой лодочке ходила? А брюки, они такие рваные, рваные, как мир, практически так и здесь. Она тоже бы одела? Вот. Сразу получите ответ. Вот здесь. И многое другое. Да, это истинное благочисление, в этом выражается. Друзья мои, И вот их объединял Господь Иисус Христос Спаситель. Одни это знамя веры, пожилые, донесли, вот я что себе представляю, и увидели. И увидели. Ныне отпускаешь раба твоего, я не знаю, как дрожали у него руки, голос, этот старец, благочестивый и праведный, он увидел исполнение всего того, что он ждал всю жизнь. с миром, мои очи, видели твое спасение. Увидеть это спасение, братья и сестры, это не всем еще дает. Это точно как, вот характеристика примерно, что будет во второе пришествие. А каких людей Господь возьмет? Тебя и меня. Мы, я, ты, мы должны равняться нам. Во-первых, праведным, благочестивым, и чтобы духом святым он руководился. Потому что написано, кто духа Христова не имеет, тот что? А тот и не его. Не надо обманываться. А я в только лет верующий, я у меня старший большой член, и так дальше. Ну, у некоторых даже не задевает. Бывает, что пришел, ушел. Я это христианство называю. Пришел, ушел. Все. Если мы не идем в собрание, чтобы с Господом встретиться, посмотрите, они шли, чтобы увидеть Спасителя. Увидеть спасение. Увидеть этого Мессию. Исполнение своих чаяний, ожиданий и желаний. То мы напрасно ходим. Надо правду сказать. А встреча может произойти в любом... Ой, в этом собрании сегодня нечего было даже и послушать. Да? Вы так думаете? Вы так считаете? Может, здесь со мной что-то не ладно? А вот они шли, ходили и всегда находили. И встреча эта всегда состоялась. И я представляю, передаю вот это знамя веры, этот факел веры. Помните, есть песня? Факел веры угасает. Вот. Что там дальше? Песни вера. Вот и вот. Да? Ну, у них не так. Этот факел веры горел, они дождались и передают молодому. Между нами молодец-спаситель, обещанный Богом еще в законе, мессия. Мы сошли на весь. А эти времена, молодое поколение, это то, что у нас сегодня, врачи. Честно, я переживаю. За своих переживаю. День и ночь натомлюсь. Борьба не закончилась, друзья. Правильно было стеотворение. Ну, и с другой стороны, все списать на Господа абсолютно нельзя. Ну, нет таких обетований. Ты, мол, как хотишь, а я детей твоих спасу. Я помню то злое время, когда вызвали одного брата-служителя. И начали его, так сказать, с него веревки вить. Специальные органы. А у него большая семья. А как водить детей в собрание? И они кричат, это наши дети. А он говорит, это наши дети. Ваши дети, простите, в туалете. А это наши дети. И я своих детей кнутом загоню в вечное царство. Конечно, грубо скажу, скажите. Ну, в наше время толеранты на это было. Он грубо говоря. Они все с Господом его дети. И он сам уже у Господа. И он, и она, и эта семья. Вот как боролись за своих детей. А нам кажется, что оно само собой образуется. Друзья мои, не образуется. Помоги нам, Господь. Подражать тем, которые прошли впереди. Я закончу. Простите, что уже немножко как бы затягиваю. Хочется положить печать всему этому. И апостол Павел, здесь неоднократно звучит слово в тех и других, ожидавшие, ожидавшие и ожидавшие. Апостол Петр. Правда, я сейчас найду это место. Посмотрите, 3 глава. 2 послание Петра, 3 глава. С 11 стиха. Даже с 10. Придет же день Господень как так ночью. И тогда небеса с шумом придут. Стихи же разгоревшись разрушатся. Земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, нам, с вами, ожидающим и желающим пришествие Дня Божия. Вот что говорит нам в Священном Писании к чему призывает. Может, это последняя битва такова. Да? Мы видим все, что происходит вокруг нас. Помоги нам Господь. Давайте мы возблагодарим Его за все эти уроки и наставления. За то, что мы в церкви. За то, что можем слышать здравое Слово Божие. И молиться о том, чтобы Он дал нам силы и вдохновение быть настоящими верующими. Не показное. И не лицемерное. И не такое, что... Ну ладно, куда-нибудь вывезет. Она точно куда-нибудь вывезет. Только не туда, куда надо. Аминь. 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 Продолжение следует...